Здравствуйте! В студии Дима Рубин. Какие события этой недели запомнились русскому миру? Узнаем из репортажей наших корреспондентов. В этом выпуске. Участников проекта «Многонациональная победа» наградили в Москве. Народные достопримечательности появятся в России в рамках конкурса «Культурный след». Акция «Живой есенью» шагает в интернете. А сейчас более подробно об этих и других новостях. Герои России наградили лучших конкурсантов проекта «Многонациональная победа». 75 самых интересных работ вошли в альманах «Незабытые истории победы». На торжественном мероприятии побывала наш специальный корреспондент Полина Прокопенко. Более тысячи историй об участниках Великой Отечественной войны прислали жители России в рамках масштабного проекта «Многонациональная победа». Лучшие рассказы о дружбе, взаимопомощи и героизме стали основой уникального альманаха в честь 75-летия победы. Самое сложное стало, когда мы стали читать эти рассказы. Слезок читать было невозможно. Люди делились самым сокровенным и самым важным в своей жизни. Они присылали семейные истории. В каждом рассказе любовь и благодарность за то, что сегодня мы живем в подмерном мире. Победа копалась благодаря любви, взаимопомощи и многонациональному братству и действию нашего многонационального советского народа. В социальных сетях также проходил народный марафон «Вспомним всех поименно». Пользователи делились с личными историями, публиковали архивные фотографии и рассказывали о семейных героях. Самой популярной публикацией стал материал актрисы театра и кино Елены Захаровой. Ее дедушка Михаил Макарович Захаров участвовал в боях на Западном и Брянском фронтах, а позднее стал старшим офицером в звании полковника главного штаба военно-воздушных сил города Москвы. На награждении победителей присутствовали герои России. Сергей Липовой, заслуженный военный летчик Российской Федерации, поздравил участников конкурса. Сам проект, он сам по себе, он очень многогранный. Он, начиная с сочинений и заканчивая общением с живыми героями, он, в первую очередь, несет свою патриотическую направленность. Для того, чтобы вырастить настоящего патриота, ребенок, участвующий в этом проекте, он уже сделал первый шаг. Для того, чтобы стать настоящим патриотом, нужно знать историю. В первую очередь, историю своей семьи, своей школы, своих улиц, дома, где он вырос. И тогда, если он будет знать эту историю, он будет вернуться, он будет любить его. Из таких людей вырастают настоящие патриоты. Все архивные фотографии и документы военных лет, которыми поделились участники проекта, теперь будут храниться в мультимедийном музейном комплексе «Дорога памяти» в военно-историческом парке «Патриот». Полина Прокопенко, Андрей Челышев. Специально для телеканала «Русский мир». Создать уникальное место в своем городе теперь может каждый. В России подвели итоги конкурса «Культурный след». Лучшие идеи народных достопримечательностей будут реализованы, а помогут в этом профессиональные художники и архитекторы. Вспомнить народную историю – так звучит главная цель проекта «Культурный след». Конкурс проводится уже не первый год. За время его работы в городах России появились удивительные памятники и арт-объекты. И считаю, что чем больше будет разнообразных памятников, тем лучше. Потому что люди знают то, чего не знает общество. И очень часто бывает так, что где-то в какой-то деревне или в каком-то небольшом городе всем известно про то, что существует достопримечательность или человек, который достоин памятника. Но этот памятник невозможно никаким образом установить ни через Министерство культуры, ни через какие-то другие инстанции. И поэтому инициатива, когда граждане сами провоцируют установку памятников, мне кажется исключительно благоприятной и благотворной. Например, Оренбург теперь украшает бронзовая композиция «Словарь Даля» – главный и основополагающий труд русского ученого. А в Мурманской области несколько лет назад появилась поэтическая табуретка. Такой своеобразный храм поэзии ежегодно притягивает к себе любителей литературы из разных стран. Здесь проводится международный поэтический фестиваль, который так и называется – табуретка. В этом году новые арт-объекты появятся в пяти уголках России. На очереди Ивановская, Брянская и Мурманская области, а также Якутия и Республика Коми. Так сразу в двух городах установят памятники выдающимся ученым – астроному Федору Бредихину и орнитологу Льву Беме. Конечно же, интереснее всего устанавливать памятники, какие-то арт-объекты в небольших городах, где нет этих памятников и где действительно хочется, чтобы что-то появилось. Потому что если что-то придумывать для центра Петербурга или Москвы, то в этом нет большого смысла. И интересно найти какую-то новую мифологию, историю, вспомнить какие-то забытые имена именно в регионах, именно в небольших городах. И что важно, местные жители, они обычно лучше всех знают, что им в их городах нужно. На итоговом заседании жюри проголосовали за варианты эскизов для будущих достопримечательностей. Работать над внешним видом памятников будут профессиональные художники и скульпторы. Познать тонкости русского языка за 12 дней. Такую цель поставили перед собой слушатели необычного онлайн-марафона. 120 студентов из Африки под руководством русскоязычных преподавателей попытались изучить иностранный язык. О том, как это у них получилось, увидим в следующем сюжете. Настоящая радость от занятий и полная отдача делу. Такими эмоциями делятся первые слушатели онлайн-интенсива из Восточной Африки. Проект «Удаленное изучение русского языка в Африке» стал результатом работы бизнес-форума «Россия Танзании». Именно на этой встрече проректор МГУ Татьяна Картава предложила объединить усилия с Российским Центром науки и культуры в Танзании. Для того, чтобы укрепить культурные, общественные и экономические связи с Африкой, необходимо создать базу специалистов, которые и станут помощниками на континенте. Безусловно, без знания русского языка сделать это невозможно. В рамках 12-дневного марафона со студентами работали лучшие преподаватели Института русского языка и культуры МГУ. В каждой группе находилось от 15 до 18 слушателей. Многие из них начали практически с нуля. Перед учителями стояла задача найти подход к каждому из студентов. По итогам занятий ученики смогли полностью рассказать о себе, своих увлечениях, родной стране и даже выучили песню на русском языке. К юбилею Сергея Есенина Московский государственный музей поэта проводит в интернете международный музыкально-литературный конкурс «Живой Есенин». Участники проекта делятся прочтением любимых стихотворений, поют песни и даже переводят знаменитые произведения на языки мира. Подробнее об акции в нашем следующем сюжете. Творчество Есенина считается поистине национальным. Его стихотворения буквально пропитаны настоящей любовью к родине. Именно поэтому они так быстро ушли в народ и остались в памяти русских людей навсегда. В этом году исполняется 125 лет со дня рождения поэта. Уже сейчас запланировано множество праздничных мероприятий. К тому же отмечать юбилей будут не только в России, но и за рубежом. Одна из главных акций ко дню рождения поэта – это проект «Живой Есенин». Международный литературно-музыкальный интернет-конкурс был запущен еще 1 февраля. За это время он не только объединил людей со всего мира, но и подарил участникам полную свободу действий и способов выражения любви к творчеству поэта. Всего в конкурсе 5 номинаций участники могут спеть любимое произведение, рассказать или придумать собственную композицию на стихи поэта. Особенная номинация поэта «Все единой крови» сплотила поклонников Есенина и зарубежья. Сюда вошли работы тех конкурсантов, для кого русский язык неродной. Конкурс «Живой Есенин» будет продолжаться до 1 сентября, а имена победителей объявят в день рождения поэта – 3 октября. Закружилась листва золотая в розоватой воде на пруду, Словно бабочек легкая стая с замиранием летит на звезду. Необычный репортаж об экскурсии в пряничную столицу России пришел к нам от участника конкурса «Корреспондент русского мира» из города Павловский посад. Давайте отправимся в это увлекательное путешествие вместе с детской телепрограммой «Родленка». Ну здравствуй, Тула! Тула известна как родина вкуснейших пряников и самоварная столица России. Это спокойный и тихий городок с древнейшей историей. Он на год старше Москвы. Основана Тула в 1146 году. Здесь много храмов и монастырей. Туристы приезжают сюда, чтобы взглянуть на Тульский Кремль. Это самое старое сооружение в городе. Сквер у Кремля украшают милые скульптуры. Например, памятник. Ёжик на грибной поляне. Если потерять ёжику нос и загадать желание, оно непременно сбудется. А еще здесь есть памятник в левше, который подковал блоху. Это персонаж одного из самых известных произведений писателя Николая Лескова. Он тоже является одним из символов Тулы, города русских оружейников. Рядом с Тульским Кремлем недавно появилась благоустроенная набережная. Берега реки Упа теперь одно из самых красивейших мест города. Здесь можно прекрасно погулять пешком, покататься на велосипеде, самокате или на необычном трассе Хэппикар. А еще на набережной вас встретит самовар. Он тоже является одним из символов города. Но сегодня о тульском прянике. Он уже много веков главный тульский сувенир. На территории Кремля находится Международный музей пряника. Это интересное место, где пряник можно не только попробовать, но и самому испечь. В этом музее сдобное лакомство везде. На витринах и полках, на стенах, под потолком. Экскурсоводы расскажут много интересных историй об этом древнейшем угощении. Расскажите, как живет тульский пряник. Тульский пряник живет очень хорошо и сладко. В нашем городе есть пять фабрик по изготовлению пряников. И в нашем музее международного пряника своими руками можно изготовить настоящий тульский медовый печатный шедевр. А как появился ваш музей? Идею о музее международного пряника наша генеральная директора привезла из Чехии. Там очень много похожих мест и пряничная традиция в этой стране тоже процветает. Она очень захотелось сделать нечто особенное в рамках города Тула. Начиналось все как музей, посвященный именно прянику международному. Но потом, вдохновившись духом нашего города, сладким пряничным, мы решили специализироваться еще на изготовлении пряника тульского печатного и на мастер-классах относительно истории именно пряника тульского самого аутентичного. Ведь история пряников в Туле насчитывает несколько веков. Каждый из знаменитых пряничников в Туле имел свой собственный уникальный рецепт, который хранился в строгой тайне и передавался по наследству. Для изготовления пряников нужны были специальные печатные доски, выполненные из дерева. Именно такие доски используются на мастер-классах. Международный музей пряника – это настоящий кулинарный заповедник. Дети вкусные лакомства не просто хранятся, они здесь живут, создавая вкусные сказки и легенды. Особый интерес вызывают разные формы и размеры. Животные птицы, пряничные домики и человечки, красивые тульские храмы и все это пряники. Так что если будете в Туле, обязательно посетите этот вкусный музей. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. А я напоминаю, что каждый из вас может стать корреспондентом русского мира. Принимайте участие в нашем четвертом международном телевизионном конкурсе, прием работ на который, кстати, продлен до 1 декабря этого года. Все подробности на сайте www.ruskiymir.ru Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Всего доброго вам и до свидания.